Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Германия решила удержать газовую турбину у себя и не возвращать ее Газпрому. Сегодня Газпром, как и обещал вчера Владимир Путин, восстановил поставку газа по газопроводу Северный поток в прежних усеченных объемах. Объем прокачки 21 июля составил 40% от проектной мощности газопровода. Газпром, вопреки обещаниям немецких властей возвратить газовую турбину Газпрому до конца планового технического обслуживания трубы, этого не сделал. Реальные сроки возврата этой турбины вообще неизвестны. Возможно, что немецкое правительство решило перехватить инициативу у Газпрома и саму стало угрожать ему остановкой Северного потока. Этим Евросоюз хочет продемонстрировать Москве свою готовность противостоять энергетическому шантажу Кремля. Предположу, что США и руководство Евросоюза осознали свое уязвимое положение предстоящей зимой с энергетической точки зрения и решили пойти на обострение ситуации. Пока это всего лишь просчет по вне почвы с намерением получить представление о том, решится ли Москва в действительности на перекрытие Европы газового вентиля. Для этого газовую турбину решили пока попридержать. Запасов ПХГ пока достаточно. По крайней мере, Европе и хватит до начала отопительного периода. Вчера президент России Владимир Путин сообщил, что в конце июля Газпром направит на ремонт в Канаду вторую газовую турбину, не получив еще назад первую. Произойдет это по причине внезапно возникшего дефекта, который был подтвержден инженерами Симминса. То есть немцы, которые ранее буквально жаждали возврата из Канады первой газовой турбины, теперь ходатайствуют о направлении в Канаду на ремонт второй газовой турбины. При этом немцы не спешат возвращать первую газовую турбину. Вообще местонахождение ее никому не известно. Напомню, что немецкие власти ранее заявляли о том, что Газпром имеет в распоряжении резервные турбины, которые может использовать на период выбавших в Канаду на ремонт. Газпром и российские эксперты эту возможность отрицают, сообщая, что на компрессорной станции Портовая используется уникальная газовая турбина Роллс-Ройс, тогда как на других станциях применяются российские турбины Ладога. Эти турбины не являются взаимозаменяемыми. Президент России вчера сообщил, что в случае неполучения назад первой газовой турбины до конца июля, Газпром сократит поставку газа по северному потоку еще в два раза, до 20 миллионов кубометров газа в сутки. Любопытно, как долго наши западные партнеры будут удерживать у себя газовую турбину.